Друзья, напоминаю, что шоу живет исключительно на ваши пожертвования, на ваши донаты. На этот выпуск мы не нашли, к сожалению, никакого спонсора, поэтому будущая программа зависит исключительно от вас. Если вы считаете, что мы делаем интересное, нужное, правильное, полезное дело, то прошу вас поддержать рублем, абсолютно любая сумма устроит, все пойдет в дело, как вы видите. Ссылка на Donation Alerts находится в описании под видео и в закрепленном комментарии. Приятного просмотра! Здравствуйте, друзья! С вами Антон Сарвачев и первое в мире мужское ток-шоу, которое делается мужчинами специально для мужчин, Прожектор Собчак. И сегодня у нас в гостях миссионер Троица Сергия Велавры Александр и лидер русских националистов, политик, общественный деятель Дмитрий Демушкин. Здравствуйте! Дмитрий, сразу вопрос. Вы там недавно были исполняющим обязанности главы Барвихи. Прям в двух словах. Вы еще исполняете обязанности? Нет, что там, чем все закончилось? Нет, кончилось с тем, что администрация Барвихи прекратила свое существование как юридическая единица и была присоединена поселение в городском округу Одинцовский. Собственно, все, поэтому администрации не существует, в связи с этим я покинул свой пост. Все. Просто я этот вопрос лично интересовал. Я снимаю эту программу и позиционирую ее как координатор мужского движения, активист мужского движения. Наше движение, оно аполитично, а религиозно. Мы объединяемся исключительно по плавному признаку, то есть мужчины. И, соответственно, требуем от власти, вот мы список требований сформулируем, я бы с вами, как с опытным политикам, во-первых, хотел бы это обсудить и поговорить по этому списку. Мы требуем от власти юридического равноправия мужчин и женщин согласно пункту 319 Конституции Российской Федерации. Вот, с вами я бы хотел обсудить этот список, если вы не возражаетесь. Но вот Александр тоже, если что-то скажет, будет неплохо. Опять же, да, у вас какая-то там история есть про то, что вы женщину возили исповедоваться в Лавру, и потом там вот как-то что-то там вас впечатлило, произошло, и вы, так сказать, начали с мужского движения засматривать. Ну, если хотите, если к слову придется, опять же, расскажете. Да, ну и, соответственно, как диалог у нас пойдет, так и пойдет. Мы здесь в неформальной обстановке общаемся, просто как к том, как к темам. Я бы хотел для начала обсудить список требований к власти от нашего мужского движения, нашей общественной организации. У нас первым списком идет отмена призывной армии, обязательно для мужчин, и, соответственно, замена контрактной армии. Вот, соответственно, ваше мнение, Дмитрий, по этому вопросу. Поддерживаю. Армия должна быть профессиональной. Я-то немножко думал, что вы скажете, что вот, мужчина должен обязательно служить. Нет, не так? Мужчина должен быть обязательно мужчиной. А что делает мужчина мужчиной? Мужчиной мужчину делает совокупность факторов. Мужчина должен, да, в том числе защищать свою родину, свою семью. Являться мужчиной и уметь бегать, прыгать, драться, если понадобится. Но я считаю, что профессиональная армия, это доказал весь опыт сегодняшний, всего мира, должна быть именно профессиональной. Если мы армию воспринимаем как некое такое УФП такое, да, после школы, ну, мы видим, как выглядела, то есть, наша армия, что делают там солдаты. То есть, это такая превратилась в подобие зоны, да, куда люди приходят, сталкиваются с дедовщиной, сталкиваются с строительством. У меня много моих ровесников и знакомых, но, правда, это были, да, 90-е годы, которые, сходив в армию, ни разу не выстрелили даже. То есть, или по три патрона на стрельбах за всю службу. Ну, я не считаю, что это армия. Поэтому, все-таки, армия, если мы воспринимаем просто как этап взросления, там, когда школьника из семьи, там, на год сегодня, да, убирают, то, ну, может быть. Но, если армия, это как для выполнения своих задач, армия, она сегодня, с каждым годом становится все более технологичная. Соответственно, я не вижу смысла туда набирать людей, просто насильно тащить и заставать их служить. Армия должна быть профессиональной, этим должны заниматься профессионалы, обученные, подготовленные, которые пошли туда по своей воле и захотели свою жизнь этому посвятить или какой-то срок своей жизни. Я считаю это правильно абсолютно. А вы за то, чтобы женщины тоже в армии служили наравне с мужчинами? Вот именно наравне прям. Вы знаете, я все-таки сторонник, чтобы у женщин был список каких-то профессий, которыми они не занимались. Не потому, что я считаю женщинам чем-то хуже, а потому, что все-таки вот эта борьба за абсолютное равенство во многих вопросах, она, я считаю, излишняя. То есть женщины должны все-таки остаться женщинами. Но в армии, вне сомнения, им есть место, но, опять же, не везде. Хотя вот опыт Израиля, мы видим, что нам служат женщины и, наверное, служат неплохо. Но, опять же, вот в частях пехотных каких-то, мотострелковых вот этих, именно как солдат, я сегодня слабо представляю себе женские какие-то там подразделения. Мне кажется, это вызовет очень много внутренних конфликтов и треугольников в современных частях, там, ну, по крайней мере, России. Это будет очень сложный момент. Начнутся ссоры, конфликты, любовные треугольники, столкновения. И, не знаю, это сложный вопрос. Я о нем, честно говоря, не задумывался никогда глубоко. Александр, а вы, да, вот в двух словах ответьте. По поводу женской армии, по поводу армии. Не, не, вообще, контрактная армия или обязательно призыв оставляем? Ну, с моей точки зрения, смешанное было бы хорошо. Только, скажем так, те, кто хочет каким-то образом ослужить в армии, по собственному желанию, но при этом армия должна заниматься именно подготовкой. Я, как бы, закончил биофак МГУ, Московского университета, и у меня специальность – это радиохимико-биологическая защита. То есть, мне было бы интересно, скажем, год там ослужить в плане, ну, понимаете, да, скажем, как бы… Ну, если контракт на армию, вы бы такая служили, вы бы только деньги за это получили. Да, да, да. И, скажем, если армия дает какие-то преференции при поступлении в ВУЗы, к примеру, как в Америке, понимаете, да, то есть, скажем, человек ослужил, прошел какие-то этапы, после этого тех денег, которые он заработал там, хватает на то, чтобы поступить в какой-то ВУЗ, скажем, или бесплатно. В этом случае армия, как бы, она была бы достаточно интересной. В том числе и для граждан, которые хотят вылиться в российское общество, гражданство тоже было бы интересно. Армия в том виде, призывная, какая есть сейчас, ну, конечно, я считаю, что это уже пережиток, и надо ее как-то менять. Все, ко второму пункту переходим, не думаю, что мы все 19 охватим, но все равно, так сказать, в русском атмосфере поговорим, обсудим. Второе – это, соответственно, снижение возраста выхода мужчин на пенсию до 55 лет. Ну, ни для кого не секрет, мне никто на это не может ответить, что мужчины живут меньше, чем женщины, на пенсию ходят позже. На мой взгляд, это нонсенс, ну, просто с юридической точки зрения. Вот внутри статьи 19, равенство прав и свобод мужчин и женщин, мужчины живут меньше, на пенсию ходят позже. Соответственно, мы хотим, чтобы власть снизила пенсионный возраст до 55 лет, чтобы мужчина на пенсию хоть как-то смог пожить. Мы тоже были против, чтобы власть повышала пенсионный возраст, сегодняшний уровень жизни мужчины, продолжительность жизни их. И те налоги, которые забирает себе пенсионный фонд, это напоминает такую в худшем виде пирамиду ММР. Мы подсчитали, сколько денег человек должен сдать и сколько потом при продолжительной жизни ему государство хочет отдать. Ну, ребята, это просто мошенничество, честно. Ладно, и 159 на уровне целого государства. Поэтому, конечно, вы сделайте, чтобы люди жили как в Японии, а тогда мы с вами побеседуем уже о пенсии. А как сегодня нас там некоторые ведущие артисты начали нам доказывать, что человек может работать, его нельзя выгонять с работы, пусть он там сидит до 60 лет. Ну, люди, которые ничем не занимались, кроме как ведением программ, может быть, и там, сидя в Государственной Думе, им, может быть, и до смерти бы хотелось бы там сидеть. А если вы еще и на высших государственных должностях, то точно, чтобы тапками в колет выносили уже. Но если вы работаете на каких-то тяжелых работах, а таких у нас большинство населения, то, конечно, надо пенсионный возраст снижать. Но мы понимаем, для чего это делается. Чтобы ограбить население, по сути. Чтобы, да, вести дальше гонку вооружений, воевать со всем миром и всех пугать самыми быстрыми ракетами, устраивать холодную войну и авантюры по всему миру. Для этого нужны деньги, это очень дорогое удовольствие. Их получают с нас с вами. Ну, я вот, кстати, личное сомнение выражу. Я не против того, чтобы кого-то кем-то пугать, но не в ущерб своему собственному народу, тем более не в ущерб мужчинам, которые эту страну поднимают, на которых все и держится. В том числе и то, чем пугают. Не пугать никого не нужно. Я считаю, что пенсионная реформа – это такой выстрел в голову нашему руководству, которое они сделали. Я не понимаю, зачем они это сделали. Деньги же есть, но по сути-то. У них они не освоили сколько-то триллионов рублей. Профицит бюджета колоссальный. То есть это делается под новым лозунгом «люди – это новая нефть». По сути дела из людей, которые… Россия переживает не самые лучшие вина в плане демографии. Эти деньги надо было бы направить именно на мат-капитал, на то, чтобы были более крепкие семьи. И самая большая проблема – дело в том, что человек после 60 лет, у него достаточно такая еще большая жизненная энергия и социальная активность от 60 до 70. Эти бабушки и дедушки, которых сейчас выгоняют и оставляют без пенсии, могли бы вполне нормально сидеть с внуками и помогать более молодым родителям, которые работают на работах и при этом ухаживают за детьми. Поэтому я считаю, что эта реформа ненужная, демографически опасная, глупая и, в принципе, самый нормальный выход был бы ее отменить. Ну вот Дмитрий, как политик, наверное, выступает целиком и полностью против этой пенсионной реформы, которая, я считаю, учитывая то, что Россия еще занимает первое место в мире по мужским самоубийствам, она абсолютно, как сказать, дико деструктивная реформа. А вы считаете, что материнским капиталом, причем и не отцовским, там скобчика семейно написано, а именно материнским можно стимулировать рождаемство, то есть дать женщинам денег, и они реально будут больше рожать? Сразу вам скажу, Китай, Индия и европейские страны, где рождаемость больше, я думаю, объяснять не нужно. В Индии вы не самая высокая рождаемость. Там материнских капиталов никаких никто не слышал про них, просто плодятся, как, так сказать, и размножаются. Ну я как представитель. На мой взгляд, это профанация вообще, материнский капитал изначально была. Профанация, но частично в регионах рождаемость поднимается, потому что деньги, 400-500 тысяч для регионов, деньги достаточно большие, вот, и как бы в каком-то смысле рождаемость начала подниматься. Дмитрий, если дать женщине денег, будет она больше рожать? У меня обратный опыт как раз, вот, я на своих друзей оглядывался, и самые как раз обеспеченные девушки и мужчины в моем окружении, ну, как правило, либо вообще не имеют детей, либо имеют одного. Угу. То есть, и чем больше у них особняки, и тем лучше условия, тем больше они тратили время не на создание семьи и детей, а на зарабатывание денег и карьеру в жизни. Поэтому я не думаю, что это их как-то стимулирует. Все-таки, как вы заметили, и как я тоже все время говорил, если мы смотрим на чистую рождаемость, то как раз у нас ситуация обратная. Пассионарные народы, зачастую нищие, бедные, там, Афганистан и так далее, намного более плодовиты, чем те, у кого сейчас в Европе и так далее все благополучно. Где один-два ребенка это считается максимумом. У моей прабабушки было 16 детей, при том, что один умер с голода, а второй умер, когда сплавлял лес, работал с самого детства по Волге. И в то время, сегодня никто с голоду не умрет, независимо от того, платят им капитал или нет. Но поэтому, когда меня связывают рождаемость с финансовым благополучием и говорят, дайте нам денег, я привожу всегда этот пример. Что было по 14, по 16 детей в те годы, и ситуация была намного критичнее. И не было самого элементарного, не было никаких средств гигиены, не было никаких памперсов, не было ничего. Работали за труды дни в колхозе в то время, и люди действительно умирали с голоду. И поэтому рожать никто... Люди рожали, и рожали много. Поэтому, конечно, материнский капитал, это зависит от культуры, от воспитания, от посыла, который в обществе, и, ну, с Гумилевым соглашусь, от пассионарности нации в данный момент. А, по-вашему, это как недальновидность российского руководства, или они таким образом заигрывают женщинам, как самыми активными избирателями? Да, и какие-то такие меры, которые, вот, как говорится, есть запрос общества, и они в какой-то там виде его пытаются удовлетворить. Вот они сделали такую... Чтобы за них проголосовали, или зачем? Или чтобы... Заброс, что вот мы поддерживаем, у нас демография плохая. Собственно, демография для многих является основным фактором эффективности руководства страны. Вот для многих это так. То есть не ВВП на душу населения, там, аморфное, которое никто не может понять, что ему оно лично дает, а именно рождаемость. Если народ вымирает, значит, менеджеры неэффективны, значит, руководство страны неэффективно. А так как демографическая проблема стоит очень острое вымирание, и Путин, как раз, приходя к власти, пенял на 90-е провальные годы, когда было вымирание, и у них был один из посыл, что мы эту ситуацию изменим, в итоге не изменяют, то есть мы продолжаем вымирать, а тот процент частично мы компенсируем за счет, ну, безобразнейшей миграции со Средней Азии и Закавказьи, когда социально неадаптированные группы граждан массово переселяются сюда и получают гражданство. Мы знаем, что вот они только одной нации 500 тысяч паспортов раздали за последние годы, и мы понимаем, что это элементарная компенсация. И вот еще такой популистский шаг, что они работают в этом направлении, это вот этот материнский капитал. Я, может быть, и соглашусь, что, может быть, это где-то в деревне какую-нибудь алкашню и простимулирует рожать. Вот, может быть, даже и не алкашню, я не знаю, но я не думаю, что это как-то существенно отразится на положении дел в общем. Согласен. У меня вопрос к вам обоим тоже, он вне рамок требований мужского движения, тем не менее. С чем Всемирная организация здравоохранения в прошлом году сделала доклад, и юристы, социологи российские ужаснулись, оказывается, Россия занимает первое место в мире по мужским самоубийствам. Именно Россия, именно по мужским, именно первое место в мире, вот они так вычленили. С чем вы это связываете? Ну, понятия не имею. Вообще, вот эти вопросы для меня абсолютно новые, мы с вами не общались, я ничего не знаю про мужское движение. Так и говорите, ничего страшного. Я бы посчитал. Просто то, что Россия первое место, в принципе, по самоубийствам занимает, я посчитал. Одно из лидирующих мест по миру. Мужчины, ну, с чем связано? С неустроенностью, наверное, что люди не могут найти свой смысл, предназначение, свой путь. Не знаю, либо психические, там, какие-то, может быть, там, тяжелые ситуации. Ответ есть. Я просто, мы не на экзамене, поэтому ничего страшного. Не, я понимаю, просто обсуждаем. Почему мужики на первом месте по суициду? Ну, наверное, из-за того, что не могут найти свое место в жизни. Вот я, например, считаю, что, потому что в Российской Федерации вот такой климат создан, информационный, прежде всего, по отношению к мужчинам, что мужчина вечно всем должен. Вы посмотрите, в СМИ, в СМИ фильмах, да, что постоянно мужчины изображаются какими-то дегенераторами непонятными. Я вот сейчас Нагиева прям вспомнил, да, мужику не надо объяснять. Вот это постоянно везде, это везде сквозит. Но ток-шоу в фильмах и в американских, и в наших мужчина должен, должен, должен. Кто ему что должен, непонятно. То есть, а он должен везде, и, соответственно, на мой взгляд, вот они умирают в 50 лет, там, от сердечно-сосудистых. Потому что, ну, как бы... Женщинам тоже, наверное, непросто в каких-то моментах. Вот, а это никто же не говорит, что непросто, но я-то мужчина, вот, и мне интересно про мужские проблемы поговорить. Нет, все достаточно просто. Дело в том, что произошло завершение традиционной семьи. Мужчина, прежде всего, это человек, нормальная традиционная семья с точки зрения православия, прошу прощения, это пиво безалкогольное, поэтому я, как православный миссионер, могу как бы сразу предъявить ваши вопросы. В нормальной традиционной семье, не в перевернутой семье, да, мужчина является главным. А женщина, она занимается детьми, хозяйством. И такое понятие раньше, как развод, и, скажем так, о том, чтобы женщина могла уйти от мужчины, когда она рожает вместе с ним детей, ведет хозяйство, он, в принципе, был невозможен. Сейчас у мужчины абсолютно много обязанностей, просто колоссальное количество обязанностей. Никаких гарантий стороны государства по поводу трудоустроенности, по поводу его какой-то социальной вовлеченности. И нет никаких, скажем так, прав семьи, абсолютно. Мужчина — это некое такое приложение к женщине, которое его обслуживает, дает деньги, никак ей не управляет. То есть произошло полностью изменение традиционной семьи на семью с точки зрения православия сатанинскую, по большому счету. Главными в семье становятся женщины и дети, а мужчина — это нечто такое опостренное где-то в стороне. В такой ситуации у мужчины возникает сильный психологический стресс, естественно, плюс какие-то желания женщины и ее хотелки и так далее и тому подобное. Это удовлетворить в силу экономических причин в большинстве случаев он не может. Поэтому у бабы возникает ты должен, ты должен, ты должен, ты должен, но даже если ты полностью обеспечишь мои хотелки, ты никаким образом семью управлять не можешь. Второй момент. Вы помните, в русских народных сказках... Сейчас вам все дам в сломать. Женщины у нее дома нет, ругать его некому, поэтому может что угодно нести. Женщина есть, но она меня боится. Психологическое насилие со стороны женщины — это отдельная тема, не будем сейчас в нее углубляться. Это жутко. Помните, раньше женщины, перед тем, как выйти замуж, они плакали. Почему они плакали? Женщина прощалась полностью своей родней, а дома у мужчины никогда не было никакой тещи, никаких сестер, никаких мам. Традиционное общество сейчас на Кавказе присутствует, все они... Поэтому смотрите на Кавказ, смотрите на наши старые русские народные сказки. Если женщина разводится с мужчиной... А вы считаете, что можно сейчас вернуться в традиционное общество в современных условиях в Москве? Вы знаете, я скажу так, если мы не вернемся в традиционное общество, в условиях города нет. Если мы не вернемся в традиционное общество, он просто сдохнет. Сейчас вот Дмитрий прям... Традиционное общество действительно у нас существует в местах исходного нахождения и свердения ислама, то есть это Дагестан, Ингушетия, Чеченская Республика, особенно Чеченская Республика. Но у них там тоже растет процент разводов, пусть немного, но динамика такая повышается. Ну, в основном, не существует. Понимаете, в чем проблема для женщин в разводах в Чеченской Республике. Вот буквально сейчас мы дописываем, как раз я работаю, пишу поэт на психологию чеченского общества, и там очень много интересных моментов выведенных. Во-первых, там абсолютно иная практика судебная. Дети всегда остаются с мужчинами. Это исходит из того, что женщина, в принципе, может уйти из тейпа, если она ушла в какой-то тейп с мужчиной. Но родившиеся дети из тейпа уйти не могут. Они уже остаются теми, кем они родились. То есть они не могут уйти с женщиной, ведь она может потом уйти еще в другой тейп. А вот поддерживать? Ну, это иная система. Эта система жиждется, кстати, на абсолютно тех же самых понятиях, что и до... Да погоди ты, перебивать ты меня в лазик-то сюда. Давай отдельно тебя посадим, блин. На традиционном доролюционном обществе, домоостройском. И, в принципе, даже с чеченскими, когда беседуешь элитами, религиозными элитами, они же и говорят, что по Нарусскому району, если мы посмотрим, а там было очень плотное взаимодействие со староверами и такими христианскими общинами у чеченцев, которые над мамой были раздроблены, то, в принципе, национальный шариат, вот этот жизнейшийся наодатов, ченских, он практически полностью повторяет и списан. И даже тот домоострой более радикальный и фундаментальный даже во многих вещах. Да, это покрытое с головой женщины, это мужчина во главе стола, который садится, это четкая иерархическая система, что всей жизнедеятельности описание всего, что должно происходить. Ну, это, я не знаю, мы сможем такую Россию вернуть, я думаю, что это очень сложно сделать, и большевики это уничтожили, и сейчас, ну, с учетом всех европейских вот этих ценностей, в реалии, к которым мы идем, мне кажется, мы сейчас наоборот как можно дальше от этого отталкиваемся, вот эта ювенальная юстиция, вот это вот законы о насилии и так далее, мы выбрали как раз вот этот путь туда далеко. Но это будет страну нашу сотрясать все равно, потому что часть страны все равно будет жить, ну, на сегодняшний день, к сожалению, это в основном, то есть вот эта вот мусульманская часть, потому что христианской России такой вот региональной ее не существует, именно в такой христианском понятии, где жизнь жидится вокруг христианских ценностей. Даже вот Алтай, если мы берем, где там засилие было староверов, оно все равно все-таки мирское все. А теперь Александр вам расскажет все. Дмитрий, прошу прощения, что перебил, да, значит, по поводу христианской субъектности христианской не существует, и в принципе ее надо возрождать, хотя бы надо начинать с этого. Какие-то области, где есть какие-то определенные христианские поселения, но что касается христианской общности, то я часто езжу по монастырям, по церквям, общаюсь со священниками, среднее количество детей у священнических семьях от 4 до 8. Никаких разводов практически нету, то есть я этого вообще не видел, на моей памяти такого не было, чтобы жена ушла от священника. Бывает даже 10-12 детей. Ну, по-разному, на самом деле, по-разному. И вот именно такими примерами можно возродить семью, потому что у нас есть два пути. Либо мы пойдем по пути европейскому, нетрадиционному, которому мы идем, начиная с советской идентичности, когда русский народ был просто размешан и был принесен в жертву определенным государственным интересам, либо вернемся к традиционной семье, которая позволит русскому народу возродиться и выжить. Потому что мы сейчас находимся не на грани, мы за гранью гибели. Среди моих знакомых среднее количество детей, среди половины, одним двое. Извините, а нашим женам уже за 30 лет, по 40 некоторым, правильно? То есть кого они, трое детей родят там под 50 лет? Да вряд ли. То есть таким образом, фактически, мы воспроизводим себя на 60% в лучшем случае. Коэффициент фертильности колоссально низкий. И если мы не вернемся к традиционной семье, просто надо понять, мы сдохнем. Опять возвращаясь к контрактной армии. Мы должны защищать свое отечество, мы должны защищать свою землю. На вопрос, а если мы будем защищать пространство, которое вот так вот редеет и сжимается, как шагреневая кожа, то смысл в этих ракетах, смысл в танках, смысл в пушках? Какой? Людей-то нету. У меня знаете... Сейчас, секундочку, перебью. И поэтому я считаю, вместе с мужской какой-то воинской повинностью должна быть какая-то и женская повинность, в том плане, что они обязаны родить какое-то количество детей, не меньше двоих, по крайней мере, чтобы... Ну а то, простите, у мужчин есть обязанности, а у женщин... А защищать мы кого будем? Вот этих вот, простите, ну и прямо скажу, бесплодных самок, которые бегают. Ну я сам воживаю флавру постоянно, у которых от 50 до 100 мужиков, которые ездят по заграничным курортам, которые спят там с кем попало. Вот мы их должны защищать, нам это зачем? Я правильно говорю, жестко или нет? В чем-то я с вами согласен. Это чистая правда жизни просто. Я спорно все равно. Вот, во-первых, ну батюшки, ну хорошо, ну а как мы этим возродим? Вот была фраза, что вот надо брать этот пример. Ну батюшке нельзя разводиться просто практически, он если разведется, он в монахии должен быть. Не священник, да, уже все, да. То есть ему развестись нельзя, поэтому разводов минимум, понятно, держатся до последнего. Вот, иначе стоя гусы в монахии просто уходят после этого. Некоторые женщины даже шантажируют своих батюшек. Ну конечно, да есть у меня такие батюшки, которые живут, и понятно, что живут, потому что вот. Знаете, какой вопрос к вам, Дмитрий, вот я не согласен с тем, что нужно возрождать им традиционную семью, считаю, что это невозможно сделать, но вместе с тем возникает вопрос, а какую семью нам строить? Вот вы как думаете, какая вот сейчас семья, возможно, и возможно ли она вообще? Ну, здесь тоже есть зерна, конечно, то, что говорит Александр, и тут, конечно, эти проблемы, которые он поднимает, они есть. Действительно, коэффициент должен минимум три ребенка в семье быть, чтобы нация не вымирала. И действительно надо это воспитывать, это общество надо менять как-то, приоритет ценности этого общества надо менять. Если им просто наложить обязанность, ну понятно, что это работать не будет. Там первое, что вам сегодняшняя женщина, там, девушка скажет, ну вот пусть он меня там обеспечивает, мне там купит то-то, 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 самолет, яхту, я ему рожу детей. Они же абсолютно в другом понимании ценностей и приоритетов жизни живут на сегодняшний день. То есть их воспитало, в принципе, они не родились такими, их воспитали такими, поэтому сейчас требовать и переламывать их именно вот давай мне детей, иначе там не выйдет. То есть надо все общество менять тогда, и надо тогда, чтобы государственная политика шла в информационном, вот мы упомянули с вами сериалы, какие-то вещи, чтобы весь посыл государственный, вот эта идеология вкладывался с самого рождения, с самого детства детей брали. Вот я сейчас знаю, как в Чеченской Республике они это делают. У них там в школе есть такая программа, что каждый год они объясняют одну очень простую вещь, там, вот тебе целый год долбят, что курить это плохо, курят неудачники, там, люди, которые ничего в жизни не достигнут и так далее. Ну, для нас как-то это странно звучит, а для детей, если им год это твердить, это понятно. Через год им говорят, что вот пьют алкоголь только неудачники, только у которых в жизни ничего не будет, они вот и так далее. И вот у них есть 10 посылов за 10 лет, которые они детям в голову вбивают. Ну, и плюс традиционное общество, семья сама воспитывает девушку, потому что ведь не секрет, что, да, на Кавказе девушка понимает, что она будет не одна у мужа, скорее всего. Ну, может быть, и одна, а может быть, жены будет две или три. Ну, это тоже же менталитет, это тоже же воспитание, это тетушки, сестры, бабушки и так далее, и так далее, которые вокруг вот этот уклад жизненный делают. Плюс там есть своих много нюансов, да, то есть это раздельное прием пищи за столом, это разные концы дома, где живут женщины и мужчины. Если появляется вторая жена и рожает, то у нее должен быть отдельный дом, то есть на Кавказе тоже на мужчину накладывается очень много вещей, которые он должен сделать, если он хочет вторую, третью жену. Вот, это тоже не так просто. И зачастую, что свадьба и все, что с этим связано, оплачивается, ну, из средств, в том числе, не только человека, но и целого тейпа, то есть, потому что брак это очень такой ответственный момент, и действительно, да, они на разных этапах, у них одна и две, и три. И вот у меня на Кавказе есть знакомые, у которых несколько жены, и это, и у них очень много детей, действительно, то есть, если мы возьмем чеченскую семью, 6-8 детей, это если он болеет, вот считается. А так это тоже, это очень большие семьи, это очень много, это там 12, 15 детей. Грамотно мы сказали, потому, ну, кроме всего прочего, по тому поводу, что брак это ответственное дело, и на Кавказе это понимают, потому что, ну, это реально ответственное дело, и, вот, там, какие-нибудь мечты и представления феминистов о том, что раньше был дремучим, это патриархат такой, мужчина пришел, ноги закидывал, ничего не делал, его жены обслуживали, там, бабы там обслуживали, вот, ну, это бред, конечно. На мужчине были колоссальное количество обязанностей и работы, просто она была распределена, ну, и к браку подходили действительно ответственно. Вот, способны ли наше сейчас общество, и мужчины, и женщины, ну, вот, реально так же ответственно начать подходить к этому браку, к деторождению, я сильно сомневаюсь, что в краткосрочной перспективе это можно сделать. Ну, в один день путем запретов и распоряжений вы, конечно, эту ситуацию не поменяете. Путем раздачи денег, там, направо-налево. Или раздачи денег, да. Эта ситуация, она же созрела в голове. И правильно, действительно, я с министром национальной политики в Чечне, Соралиевым, обсуждал как раз этот вопрос, в Москве мы встречались, и как раз так было, что мы сидели, а в соседнем подъезде был клуб какой-то, а мы вышли уже довольно поздно, сидели в ресторане, и было огромное количество девушек. И было холодно довольно, то есть было зимнее время года, и они стояли в мини-юбочках, ну, практически там задница была видна с голыми ногами, то есть либо в чулках. И он еще на них так посмотрел, говорит, слушай, здесь, говорит, многим из них уже лет, говорит, 25-30, говорит, как они, ну, говорит, молодые, понятно, им рожать еще надо, как они родят. Но эти-то, если до сих пор ходят в клуб, то, ну, они, может быть, вот больше сохраняют сегодня наши женщины свою вот эту красоту и женственность, да, в связи с тем, что не рожают и только делают, что заботятся о себе. Потому что там на Кавказе все-таки 30-ти годам уже девушки не ходят ни в какие клубы, никуда, там, понятно, что у них там уже огромные обязанности и так далее. По семье, по детям и за фигурой уже там особо не следят. Ну, куда мы в итоге пойдем, если она после 30-ти кого-то уже здесь и родит, это еще большой вопрос, если она все это время в клубах пила и гуляла, то кого она родит и насколько он будет генетически здоровым. Но у них же и плюсы, в принципе, есть, то есть она уверена, что муж ее не бросит, предположим, вот то, чего боятся многие российские женщины, потому что она уверена, там, в будущем какое-то свое видит. Ну, на Кавказе нет вопроса решили путем многоженства. То есть на первом этапе жизни он берет одну жену, он взрослеет, если он там чувствует все силы и финансовую стабильность, берет вторую жену и так далее. Нам это, конечно, путь не приемлем, здесь никогда мы не убедим в этом женщин. Здесь надо искать что-то другое нам. То есть это воспитание, и вот русская православная церковь должна просто стоять вот здесь, наверное, вот этим вот духовным двигателем, который... Да нет, ты что вмешиваешься сейчас? Да я слушаю, слушаю, слушаю. Нет, я думаю, что она, ну, должна быть нравственным ориентиром. Но сейчас вот имидж как духовного лидера церкви сильно подмочен. То есть здесь надо все-таки, чтобы были люди, которые вот и на государственном уровне эту политику вели. И, конечно, об этом надо думать отдельно. Это не так, что вот я пришел здесь и с бухты барах-то рассуждаю о каких-то таких вещах. Ну, мы же не обсуждали это никогда, я вопросы эти не считал, вообще не знал, что здесь мужской клуб какой-то поехал. Но, тем не менее, вопрос-то это очень важный. И вопрос демографии, это вопрос выживаемости нации. И абсолютно правильно сказано было вот Александром, что какая разница во всех ваших там пушках, танчиках и так далее, если у вас народ вымирает, если у вас весь Дальний Восток это там 5 миллионов человек, то какая разница, сколько у вас там чего есть. У Советского Союза тоже было половина ракет всего мира и 90 тысяч танков. Ему это не помогло, он развалился по экономическим причинам. А по демографическим причинам эта катастрофа будет еще дальше, еще глубже, еще сильнее. Поэтому вымирание, его нельзя лишь замещать путем притока мигрантов. Мигранты меняют национально-культурный, религиозный, другой облик территории и нашего общества. И можно до того дожить, что вы всю жизнь строили какие-то социально-экономические модели и что-то планировали, а в итоге у вас здесь такое общество оказалось, что все, что вы здесь сделали, оно просто не накладывается на него. Если у вас будет проживать на каких-то территориях, она станет фактически исламской, то там все поменяется. И то, что вы здесь напринимали, это не важно, потому что традиции, устои у вас будут чужие. К следующему пункту перейдем. Я некоторые специфические пункты буду пропускать, иначе мне придется минут 20 объяснять, в связи с чем мы это требуем. Отмена смертной казни. У нас сейчас на нее нужен мораторий. Только в отношении мужчин она введена. Вот зачастую в разной прессе вижу, что давайте введем смертную казнь. Категорически против. Против отмены смертной казни. Категорически против смертной казни. А, против смертной казни. Так. Да. Все очень просто. Смертную казнь как таковую обсуждать, хотя для меня все равно этот вопрос был бы закрытый. Я считаю, что даже самому последнему преступнику можно дать в полной изоляции время на покаяние и на осмысление. Это уже там его дело. Оно для меня уже второстепенное. Но при сегодняшней коррумпированной судебной системе Российской Федерации смертная казнь недопустима. С огромным количеством политических узников и людей, которые судили по заказу, под вмешательство антиэкстремистских различных подразделений и так далее, мы видим, как эти приговоры все выносятся. Поэтому о какой смертной казни сегодня можно беседовать? Меня всегда смешили вот эти опросы, когда 60% населения требуют введения в России смертной казни, но поэтому на вопрос доверяете ли вы судебной системе, а 70% отвечает нет. Возникает вопрос тогда, кому вы даете это право? Полностью согласен, даже прибавить ничего. А ну из христианской позиции опять же вот влезу, ну зачем вам уподобляться, то есть и лишать жизни, а ваша главная задача лишить общество угрозы, а не жизни. Ну пожизненное заключение, а я человек, который был в местах лишения свободы, я вам подтверждаю, это... Гораздо хуже любой смертной казни. Ну это для многих людей да, и если человек там уходит из жизни и делает этот сам выбор, ну это уже, пусть государство его проблемы не решает, это его дело. А так находиться в изоляции, пожизненное лишение свободы у нас существует, причем за всю историю вот сегодня пожизненного лишения свободы только один человек был помилован и вышел, и по-моему умер там буквально через какое-то время. Ну или не умер, я могу ошибаться здесь, но то есть бояться, что какие-то маньяки, насильники и так далее выйдут на свободу, то есть не стоит. К тому же зачастую это нам показывают маньяков и людоедов. Я вот, например, знаю людей, которые сажали на пожизненное, ну очень с плана. Я знаю человека, которого посадили на пожизненное, ну просто ни за что. Александр, вот как вы к смертной казни относитесь? Ну я считаю, что в условиях, скажем так, согласен Дмитрием, коррумпированной судебной системы, когда можно по заказу людей лишать собственности, когда можно собрать в тюрьмы, когда можно угрожать тюремными сроками, когда силовые структуры, к сожалению, превратились в инструмент, скажем так, экономического воздействия на тех людей, которым вы хотите решить какие-то экономические споры. Понимаете, да? То есть вы платите деньги, угрожаете лишением свободы и так далее и тому подобное. Просто включится еще один механизм, и людям будет угрожать смертной казнью. Не отдашь предприятие, не перепишешь, либо тебя, либо твоего родственника, грубо говоря, просто расстреляют. В условиях, по сути дела, в России сейчас в основном система такой, скажем так, полуфеодальной собственности, когда люди, сидящие в высоких кабинетах, фактически творят произвол, грубо говоря, все мы об этом знаем. Поэтому, если им дать возможность еще людей казнить, то это приведет просто к жутким последствиям. В иных каких-то там, каких-то иных условиях можно об этом рассуждать, но сейчас нет. И как христианин, как православный христианин, как человек, который знает, что было много прецедентов, когда люди, совершая чашки преступления, их помещали в монастыри, их отмаливали, они сначала с неким негативом воспринимали вот эту церковную жизнь, но через год, два, три они вовлекались, и некоторые из них становились даже святыми. Поэтому я считаю, что смертная казнь в этих условиях, как бы, это не тот инструмент, который необходимо вводить для того, чтобы решать какие-то, скажем так, социальные проблемы. Это ничего не решит. Я вот Дмитрию хочу вопрос адресовать. Если вы как-то не задумались, не подал это в поле вашего умозаключения, ну, как бы, опять же, у нас здесь не экзамен, вот как вы объясняете, если вы задумывались над этим, то, что уголовный кодекс, ну, он вообще весь сексистский, то есть места, там, лишения свободы, там, строгие, да, только для мужчин, смертная казнь только для мужчин, по различным, за различные преступления одинаковой тяжести женщинам, ну, зачастую дают меньше сроки. При том, что у нас, ну, опять же, пункт 319, да и вообще вам, вот я в институте изучал криминологию, там, криминалистику, ну, все эксперты говорят, что женская преступность, да, ее меньше, но она более жестока. Женщины вообще, ну, вот как-то... Ну, женские драки подтверждают, что вы более жестокие. Да, вот как вы вот это объясняете? Я вот не могу пока ответ на этот вопрос найти. Почему уголовный кодекс такой сексистский и настолько жесток мужчинам? Я думаю, что традиционно такое, когда общество было авторитарным и тоталитарным, основная угроза исходила от мужчин, потому что мужчины на этот момент были способны на какие-то такие крупные, большие события, то есть ведь сначала понятно, что были там рыцари, да, основной движущей силой, да, которые меняли расклад в европейских княжествах, потом мужчины занимались там различными, там, ну, высокие посты интригами, там, совершали перевороты. И, наверное, от этого, может быть, шло, что от мужчин всегда ожидали каких-то больших фундаментальных изменений. Я не думаю, что какой-нибудь диктатор, там, боялся революции, что соберутся женщины, да, и выйдут на площадь или что-то изменят. Все-таки, наверное, вот с этой точки зрения, вот было еще с той позиции, когда мужчина был во главе, то есть семьи, во главе вот общества стоял, что считалось, что от него исходит больше, как бы, угрозы и в плане, там, преступлений каких-то и так далее. Но сейчас общество изменилось, да, вот действительно, в уголовный кодекс есть такие перекосы, что действительно суды более снисходительно относятся к женщинам, действительно, там, когда надо, дают отсрочки в связи, там, с детьми, там, и так далее, и так далее. Я не слышал, чтобы каком-то мужчине дали отсрочку, я тоже не слышал, чтобы до достижения совершеннолетнего возраста, там, он там, и так далее. Ну, действительно, эти есть моменты, я, конечно, глубоко о них не думал, ну, не знаю, что проблема такая есть, подтверждается точно. Женщины последние 50 лет очень любят бороться за равноправие, вот их равноправие должно, наверное, и к этому привести, что их будут судить, как всех, и наказывать, как всех. Феминистки признают, что это вот такой вот, что это типа, как бы, проблема, но они, как бы, рады этой проблемой. Кстати, это вот следующий пункт нашего... Ну, это, знаете, как вот, я еще в институте, мы, помню, дискутировали, у меня было несколько таких девушек, которые вот очень сильно боролись за равноправие. И, с одной стороны, они хотели, да, равноправие, там, во всех сферах жизни, бизнеса и политики с мужчиной, а, с другой стороны, хотели, чтобы им уступали в место и пропускали, считали это естественным, да. Но, если уж они, ну, конкурируют впрямую с мужчинами, то и вот эти все нюансы тоже женские отпадают тогда. Ну, не знаю, насколько я думаю, что большинству женщин не нужны такое равноправие, и они бы, наоборот, хотели бы оставаться бы женщинами, о которых заботится мужчина, и жить в семье. Ну, опять же, это у каждого, вот сейчас и мужчины, может быть, такие, что зачастую женщине приходится все на себе тянуть, и хозяйство, и все остальное. Не знаю, здесь это же нельзя переложить, это ни туда, ни сюда, это надо разбирать, по-моему. Ну, вот у меня следующий вопрос к следующему пункту. Касаемо революции, как бы добавлю, ну, тут немного не согласны, что революция исходит только от мужчин. Попробуйте с современным женщинам лишить их права ездить в Турцию, там, несколько раз в год. У многих из них есть, простите, там, любовники и так далее, но это, как бы, не секрет. Они берут кредиты, чтобы покупать им дорогие телефоны. Мне кажется, всем закрытием путь к нам в Турцию, в Египет, ну, в Египет, понятно, закрыт для того, чтобы удовлетворять какие-то свои такие естественные. С уважением относимся к Турции, к женщинам. Обязательно, да. То они вам революцию устроят похлеще, чем мужчины. Я так согласен. И похлеще, чем все реформы. У вас, поэтому, разъяренные женщины, поэтому женщины сейчас, конечно, они сильно опустились. Вот, и они требуют каких-то таких своих прав, которые лет 50 людям казались бы абсолютно дикими, неприемлемыми, противоестественными и непонятными. То есть, понятие женщины, она вообще сейчас сильно выродилась. Так что, касаемо революции, если вы закроете женщинам доступ к, понимаете, к чему, да, там, к южным, горячим вот этим. Возможности путешествовать. Да, да, возможности путешествовать, да. То боюсь, что это будет похлеще пенсион реформы. У меня вот вопрос к Дмитрию, опять же, к следующему пункту перейдем. Ваше отношение к феминизму, если оно есть какое-то отношение, мы считаем, что феминизм, ну, я, например, считаю, что феминизм, это, ну, мы уже ненавичны сейчас в чистом виде. Я считаю, что большинство женщин сами не разделяют никакой феминизм, и все те права, которые для них требуют и Бориса, какая-то небольшая там группа, они им не нужны. И сами женщины, если им покажут феминистский рай, многие не захотят в этом раю жить. Ну, или у меня просто круг общения такой, то есть, вот, девушки, с которыми я общался, они все-таки хотели быть девушками при сильном мужчине, а не наоборот, да. Ну, у каждого свой опыт здесь, я не знаю. Опять же, это, и девушки такие сейчас изменились очень сильно, ну, может быть, и мужчины изменились очень сильно, поэтому надо и туда, и туда, и в том и том направлении будут работать. Отвечу прямо, словами можно, да, сказать? Ну, конечно. Ну, негативно отношусь. Отвечу прямо, есть такой известный миссионер, проповедник протоиереи Дмитрий Смирнов. Он сказал кратко, феминизм – это сатанизм, то есть, в чистом виде, абсолютно. То есть, феминизм можно приравнять к гомосексуализму, к педофилии. Я считаю, что движение направлено на профанацию, на исчезновение семьи, на разрушение традиционных ценностей, на то, чтобы женщины заняли то место, которое, в принципе, они сами не понимают, как им потом распорядиться. То есть, сами женщины будут недовольны. То есть, если женщина поставит, грубо говоря, в мужские условия, то есть, она пойдет на шахту работать, ее будут расстреливать, она будет, значит, сидеть в окопах, ее там будет рвать на части. Вот такой феминизм, если женщинам дать, то это, как бы, с точки зрения нормальной женщины, это сатанизм. С точки зрения женщины извращенной, я считаю, как Мария Арбатова известная, мы не будем трогать психически больных людей, то в традиционном обществе феминизм – это некая форма полового и психического извращения, которая должна быть жестко пресечена не только законодателем, но и на ментально-социальном уровне, чтобы люди понимали, что это люди больные, не вполне адекватные, нездоровые, что с ними даже диалог вести. Ну, это как вести диалог с капрофагом, капрофилом, грубо говоря. Абсолютно. Вот ни о чем. Так как мы будем ходить на Ютубе, я должен сказать для админов Ютуба, что мы с уважением относимся ко всем извращенцам, к капрофагам, сатанистам и так далее. Я нет. Всех уважаем, администрация программы всех уважает. Но мы высказываем свое мнение в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, имеем право на свое мнение. К следующему мы перейдем, если не возражаете. Если понимает Антон, как к ним относятся, просто он вынужден это сказать, естественно. Нет, почему вы уже прям уважаете капрофагов. Почему я должен их ненавидеть? По поводу репродуктивных прав, опять же мужское движение, многие мужчины приходят после того, как у них отбирают детей. У нас 120 тысяч судов в год проигрывается отцами, проигрывается отцами, то есть люди нанимают адвокат, приходят в суд, и потом детей оставляют с женой, судьи женщины зачастую, органы опеки женщины, и она мешает отцу общаться, то есть отчуждает родителей, мешает отцу общаться с ребенком и так далее. Вот по поводу репродуктивных мужских прав, есть что сказать? Ну, конечно, есть. Сталкивался, конечно, с такими вещами. И действительно, эта проблема очень острая, и на самом деле, наверное, самая на сегодняшний день острая, и которым сталкиваются воочию на сегодняшний день мужчины. Очень много друзей, огромное, к сожалению, количество разводов сегодня в России, и проблема с детьми получается, что, как правило, то есть, ну вот, с кем я общаюсь, это люди, которые в жизни чем-то занимались, работали, выплачивали ипотеку, там, зарабатывали на квартиру, строили дачу, и по разным причинам происходят разводы, причем зачастую сегодня часто женщины являются инициаторами развода. 60% в случае по статистике. Они как рассказывают и водятся думать, что бросил, нашел себе молодую. Зачастую женщины являются инициаторами, и суд всегда действительно встает в сторону, занимает в сторону женщины в этом плане и отдает ей ребенка, не изучая, даже если она всю жизнь сидела, не работала, сидела дома как домохозяйка, мужчина зарабатывает деньги, мужчина покупал квартиру и так далее, суд встает на сторону женщины, и, соответственно, пока женщина свою жизнь не устроит, это такой некий пункт шантажа мужчины, это дети. Не увидишь, сволочь, ребенка, я тебе его не дам, либо дам, но раз в месяц в моем присутствии. Ну, как правило, если женщина находит себе другого мужчину, сразу этот накал спадает, и детей зачастую на выходные уже принудительно отдают, независимо от того, может, мужчина эти выходные или нет. То есть это только вопрос устроенности женщины. Если они не устраивают свою личную жизнь впоследствии, то это, конечно, такой элемент мести и войны с мужчиной. И с этим я сталкиваюсь буквально несколько недель назад. Вот был такой свидетель такой сцены, когда один из моих знакомых, хотя это сейчас много, так вот, это постоянное выяснение отношений, то есть и чтобы просто увидеть ребенка своего. Ну, действительно, здесь есть перекос на территории Российской Федерации, кроме Кавказского региона, где перекос идет строго в сторону женщин, то есть и оставляют имущество и детей женщинам. Да, это так. Скажу проще, достаточно взглянуть на те регионы, где мужчина является главным в семье, там дети есть, их много. Где женщина идет феминизм, там детей нет. Поэтому ответ на этот вопрос очевиден. Другой интересный ответ дам я часто вожу в Трои Сергееву Лавру людей, скажем так, ну не то чтобы политиков, а имеющих отношения к государственному правлению. Этот мужчина рассуждает про новые законы, про налоги, про законодатель инициативы и так далее. Внезапно идет звонок, значит, он такой гордый, как павлин, что-то говорит, тут он сжимается, как трясется, как осиновый лист. Я уж по опыту понимаю, звонит жена. Он говорит, да, дорогая, да, хорошо, куплю там кукурузу купить, молоко это, молоко обезжиренное или такое. То есть за необезжиренное молоко его там могут дома холку набыть, грубо говоря. Может такой политик что-то решить в стране? Нет, невозможно. Почему, кстати, вот я за Дмитрий, полностью за то, чтобы этот человек встраивался в политическую жизнь страны, это нон-конформист, который реально понимает, Дмитрий, что в поле битвы, это не только танки, пушки, самолеты, это и семья. Семья это как бы первая и последняя линия обороны. Вне семьи нет ничего. Нет понимания, я как бы вас упомянул. В образец, не надо меня ставить семью. Ну, я считаю, что Дмитрий в этом плане, конечно, человек достаточно правильных взглядов. Сейчас я закончу мысль. Если эти политики, которые приезжают, я понимаю, что на 99%, если ими руководит баба, они сделать не могут ничего. Они не могут своей семье даже как-то управиться, что они могут сделать со страной. Почему я уважаю вас, Антон, почему я уважаю мужское движение, почему все эти политические партии, которые что-то декларируют, они являются, как наш народ понял, абсолютным пустышками. Я считаю, что мужское движение и такие политики, как Дмитрий, необходимо таким-то образом создавать совместные площадки, передачи, какие-то религиозные проводить, какие-то диспуты, вспоминать наши прошлые традиции. Потому что та ситуация, которая есть сейчас, она должна быть не просто переломлена, она должна быть приравнена к фашистской идеологии, к какому-то такому жуткому пережитку, к которому прошла наша страна, к которому нельзя никогда возвращаться. Понимаете меня? Нечто к такому жуткому периоду истории, когда феминизм, вот это утрушение традиционных ценностей, это нечто такое, что должно быть в истории воспринято исключительно с негативным оттенком. И об этом надо писать, надо делать выводы, об этом надо говорить, об этом надо учить в школах, потому что если мы сейчас это не преодолеем, если и дальше наши женщины будут рожать по одному-двое детей, а через аборт убивают того четверо, то, простите, через 30-40 лет, ближайшая перспектива, мы уже это увидим. На Дальнем Востоке будут китайцы, здесь будут другие народности, и от России не останется ничего. Ну где-то там, вот где-то там, может быть, в Мурманской области останутся очаги русской семьи. Все. Поэтому мы сейчас представляем собой не просто что-то такое, скажем так, какой-то вот канал такой, который вот на чем-то вещает. Мы представляем собой именно вот какую-то последнюю линию обороны, за которую уже гибель НАСА, гибель страны и тотальное полное разрушение, обнищение, исчезновение НАСА исторической перспективы и сцены. Я считаю это правильно. На этом предлагаю закончить основную часть. Переходим к рубрике «Вопросы». Я прав, в общем. Но, по крайней мере, зерно такое есть, что традиционное общество там, где у нас единственные регионы, где есть положительный баланс рождаемости, действительно Кавказ. Это Чечня, Ингушетия, Дагестан, при том, что Чечня обогнала сегодня даже самую рождающую Албанию в Европе, и действительно они зайдут четко, там нет никакого вымирания. Если мы посмотрим на всю остальную Россию, там Ивановскую, Ярославскую, Костромскую область, то я скажу, вот за Костромскую область, даже за один лишь район, там так случилось, что мой родственник был долгие годы главой, но, собственно, эта ситуация везде происходит. За 15 лет, 500, я не помню там точное число, населенных пунктов до 300 с копейками уменьшилось по деревням и по поселкам, чтобы вы понимали. То есть идет действительно вымирание. Молодежь там какая рождается, уезжает, осторожечки умирают, и, собственно, везде идет вымирание тотальное. Если в городах еще жизнь как-то теплится, то если мы уезжаем, ну, даже вот летать, я летаю на Камчатку в силу своей там деятельности в том числе, и вот если вы летите, первые несколько часов, это вы еще ночью летите, видите какие-то огоньки, потом все меньше, 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 до Байкала в основном леса, а после Байкала вы летите уже нет ничего. Количество, плотность медведей в разы превышает людей. То есть, и, ну, там просто нет, вы летите много часов, и вы понимаете, что под вами ничего нету. То есть, есть просто тайга, вот эта заросшая, и все, и там никто не живет. Вот, это действительно беда, и с этим ничего не поделаешь. Точнее, с этим обязательно надо что-то поделать, но на сегодня вот это так. И сколько угодно мы можем беседовать за свободу, за права, за там, за потребности и так далее, но народ вымоет, как индейцы впоследствии. Рубрика «Вопросы». Рубрика «Вопросы». Напоминаю, что программа выходит исключительно на ваше пожертвование, поэтому, если хотите задать вопрос, и чтобы он точно был озвучен в нашей программе, мы на него ответили. Ссылка на Nation Alerts находится в описании под видео и в закрепленном комментарии. SJ задонатил 100 рублей, спрашивает, у Пелевина есть термин «пи*** фашизм». Очень точное выражение. Сейчас как раз такой набирает силы, в Европе он уже в силе, там мужики разве что не носят звезды на одежде. Что думаете по этому поводу? По поводу Пелевина? Да, мы все это и обсуждали здесь, по-моему, всю программу как раз. Абсолютно согласен, потому что вот этот фашизм, ну, я как православный не могу мотом ругаться. Запрещено, или надо потом каяться. Я считаю, что это европейцы уже превратились в некую нацию, в которой они не понимают вообще, что хотят, к чему стремятся, что они делают. Это некий такой Диснейленд, где люди развлекаются, бабы верховодят всем, в общее заправляют всякие извращенцы и, скажем так, нетолерантно выражаясь всякое, простите, гоморье. Ну, напоминаю, что с уважением администрация программы относится ко всем. Слова Антона. Я не буду никак это комментировать, и нам туда ориентироваться нельзя. Я считаю, что женщина, когда она начинает, в православной семье, грубо говоря, мне спрашивают, православная это скучно, православная это плохо. Я отвечу прямо. В православной семье у мужчины гораздо больше секса ниже в неправославной семье. Потому что в неправославной семье баба, когда начинает болеть дурака, мужчина, в принципе, возразить ей никак не может. В православной семье у мужчины есть абсолютное право, простите, с женой он является единым телом. И жена не имеет права ему отказать. Если она, грубо говоря, по каким-то причинам, у нее болит голова, или еще что-то, то мужчина вправе обратиться к священнику и сказать, вы извините, я живу с такой женой, которая мне как бы отказывает в праве на идти. Это неотъемлемо право мужчины в православной семье и рождение детей и так далее. И как бы этой женщине, как правило, нормальный священник, дает по башке. Поэтому православный занимается сексом 3-4 раза чаще, больше детей, более нормальной семьи. Поэтому вот этот фашизм, как вы сказали, он в принципе правой. Пелевин сказал. Ну Пелевин правда, поэтому ходите в церковь людей и с сексом у вас проблем не будет. Илья Вячеславович, канал Бойси Тутзе наносил 500 рублей спрашивает. Хотелось бы услышать мнение про тренер, которого я не знаю, и про криминализацию проституции в некоторых странах, которые так поддерживают феминизм. Криминализацию проституции. С хрена ли виноват клиент, если снимает проститутку? Как же мое тело, мое дело? То есть проститутка не имеет права подсчитаться своим делом? Где логика? Вот вопрос следующий, я сформулирую. Вы за разрешение проституции, не за разрешение проституции, за криминализацию? Нет. Ну, то есть, что клиент виноват, точнее, не проститутка. Вообще есть какая-то позиция? Ну, проституция. Человек спрашивает, я обязан зачитать. Проституция, по мне, так унижает, прежде всего, женщину. Она, конечно, скрытая проституция, везде присутствует, на любом обществе. Есть даже термин, такое бытовая проституция. Да, но... Мне кажется, это унизительно, прежде всего, для самой женщины. А с точки зрения закона? Мне это не нравится. С точки зрения закона? С точки зрения закона, она, по-моему, не должна существовать. Ну, как это, женщина, которая вынуждена продавать свое тело? Я считаю, что это... Не нужно делать это публично и открыто сейчас, еще и законом закреплять. Нет. Я никогда не пользовался услугами проституток и считаю, что это унижение женщины. И... Нет, я против. Ну, ваше мнение, как православного человека, и это вам понятно. Ну, скажу так, проституция была всегда, полностью запретить ее невозможно. Но непотворство ее. Мы обязаны. Непотворство, непотворство. Обяжен абсолютно, да. Вот правильно. Не поощрять, не поощрять. В то же время, я часто возил женщин, которые были, скажем так, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Наиспить были у меня и такие, как бы... Проститутка напоминает такую статую хрупкую, которая с виду холодная. Как правило, это женщины, которые мужчин ненавидят по понятным причинам. И это люди с очень тяжелой психологической и эмоциональной травмой. То есть, из них высокий процент самоубийств, наркомания и так далее. Это люди падшие. Но в православии, мы же помним, когда Христос к нему пришла блудница, проститутка, он простил ее сразу же. Ну, проститутка... Известная святая Мария, Магдалина, конечно. Мария, Магдалина, Мария, Египетская. Мария, Египетская, впустую. Которая просто... Была падшая, Женя. Падшая. Проститутка буквально одним покаянием в пять минут именно истинным покаянием, перерождением может перейти из проститутки в нормальную женщину. И такой путь в православии всегда открыт. Поэтому мы, осуждая грех, тем не менее, самое главное в православии, мы осуждаем грех, но не осуждаем человека. Она может покаяться и как бы просто останется в прошлом, и человек этому судить уже нельзя. Как вам такой аргумент, что если проституцию легализовать, я не говорю про криминализацию, ну прям такую откровенную, что чуть ли не уголовные сроки за это давать, если проституцию легализовать, то, во-первых, у них будут медицинские книжки, то есть все равно люди так или иначе будут этим пользоваться. То есть все равно им пользуются. Не проще ли это легализовать, налогами обложить, медицинские книжки ввести? Против, 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 потому что это... Вы знаете, это можно же бесконечно это окно овертона раздвигать. И придут следующие волна свободы фемидизма, когда они будут требовать и это легализовать, и... Мужкают? Возраст снизить, да, и зоофилию, там, и так далее, и так далее. И тоже скажут, ну а что здесь такого-то, да? Я считаю, не стоит по этому пути идти вообще. У овечек будет свой ветеринар там, там, книжка не будет. Да, будет она здоровая, овечка нормальная, то есть можно... Ну, как-то... Вместо, чтобы пустить ее на мясо, давайте за филу дадим. С уважением ко всем относимся. Немезос 300 рублей задонатил. Доброго вечера. Поселился в новостройке, попал в общий чат. Ну, поселился в новостройке, в общий чат, в WhatsApp, там, видимо, где-то попал. Одна женщина высказалась не по теме, и мужчина из этого чата поставил ее на место в довольно резкой форме. Что тут началось? Натравило мужа, все бабье просто с ума посходило, мужчины молчат в сторонке. Отстоял его в одиночку. Не молчите или нас сожрут. Вопрос следующий лично у меня. Как вы объясняете то, что именно мужчины молчат? Ну, вот, их обижают, они все равно молчат. Терпят и молчат, терпят и молчат, сколько можно. Но мы не молчим, вы понимаете, но это действительно вот такие острые вопросы, что я в свое время был, Александр в курсе на этой темы, я был инициатором этой компании по запрету абортов. Да, был такой. Я искал поддержки, то есть там некоторые иерархи русской православной церкви поддержали, но не в официозе, не все, к сожалению. И я обрадился тогда к Кадырову и попросил его выступить с этой инициативой, потому что ни для кого не секрет, что в Чечне де-факто аборты запрещены. Да, там есть попытки в Ставрополь женщины тайно выезжают, еще что-то делать, но де-факто да. И действительно тогда министр здравоохранения в эту компанию включился, я опубликовал эти документы, которые мы тогда выступили с инициативой. И я получил тогда такие нападки женские, такой негатив, и такая война со мной была в соцсети в течение полугода, наверное, точно. У меня было несколько публикаций на эту тему, таких обширных с обоснованием статистики, с обоснованием, то есть количество вымирания населения, количество абортов. и женщины мои политические все вопросы, которые поднимались на протяжении многих лет, они как-то пропускали. А вот этот по-живому видимо задел, потому что несколько сотен активных пользователей такую травлю пытались вести. Ну и при беседе я понимаю, что есть негативный опыт абортов, и они себя просто защищают и оправдывают. С точки зрения такой психологический момент у них был, что конечно они не принимают вот эту догму, что это жуткий грех убийства, не принимают, они считают, что это их право, и они могут там делать бесконечное количество абортов, что мужики плохие, что, ну в общем, копий сломалось очень много, но тем не менее, если мы хотим, чтобы мы не вымирали, нам надо эту систему менять, иначе, ну, у нас нет будущего, как у народа. Аборт это убийство, ну, грубо говоря, у вас есть двое детей, один в животике, у вас маленькие ручки, ножки, головка уже, сердце бьется, там, несколько недель, и рядом пятилетний ребенок, ну, возьмите топор, пятилетний убейте, он пожил уже немного, да, хотя, поэтому зачем? Это вот как раз в интернете были такие доводы, да, да, убейте того, кто уже вырос, он уже хоть пожил, давайте, вот нового родителя, да, да, нового родителя, ну, закон у нас иначе думает, да, это убийство, то есть считается, что ребенок живет с момента первого вдоха, я считаю, что ребенок живет с момента зачатия, аборт это убийство, по моему опыту, миссионерской работы, я возил женщин, которые делали аборт, это глубочайшая психологическая травма, которая оставляет следы на всю жизнь, даже после покаяния у женщин, они все несут за это какие-то определенные кары в этой жизни, не бывало исключений, убийство есть убийство, убили вы в животе ребенка, или просто маленького, ну, представьте, эти ручки, ножки, я видел фотографии после аборта, я сам МГУ закончил, биофак, разорваны вот эти вот ручки, маленькие отвергнутые, головка, если матери вот это показываешь, у нее, ну, ну, как сказать, ну, ну, матерью сложно назвать, конечно, ее, но у нее такая травма страшная, что потом, реабилитационный период занимает годы, реально годы, ну, мы начали с того, что женщины объединяются, и как-то все оставивают, а мужчины по углам, касаемо женщин, молчат, в чем заключается современного мужчины, значит, на работе его, как правило, дрючит шеф, требуют какие-то показатели, то есть мужчина превратился в нечто подобие, такого, знаете, как сказать, такого автомата по зарабатыванию, который конкурил с другими автоматами, на работе дрючит шеф, просто, ну, все думали, что вот капитализм, мы будем хорошо жить, хорошо заживем, там будем пить кока-колу, везти на дорогих машинах, в реальности оказалась такая безумная гонка, в которой нет ни единой секунды просвета практически, дома его дрючит жена, и только ночью забывается, там, на 6-7 часов, на коробке сон, российские мужчины, вы согласны, русские мужчины, с тем, что вы превратились, просто вот, ну, я не буду слово называть, да, в какие-то тряпки, да, вот, которых вытирают ноги, там, 18 часов в сутки, мне кажется, надо что-то менять, надо менять что-то именно, ну, в моем лице, как-то, в лице Антона, в лице Дмитрия Демушкина, политика, которого был главой, надо, надо что-то делать. Вы знаете, в лизу, вот, со стороны психологов, бытует мнение, что как раз, самые большие подкаблучники, это генералы и большие начальники, а самые большие семейные тираны, это слесары и дворники, не нашедшиеся в жизни, то есть, все наоборот, что они саморализуются в семье, на своих, вот, домашних путем насилия, истязания, и подавления, а вот генералы, как раз, это те, кто боится, без тапочек, зайти в комнату, а командует на плацах, то есть, здесь бытует, вот такое даже мнение есть, то есть, я думаю, что оно имеет место, действительно, во многом быть, как с точки зрения психологии, что если у мужчины есть саморализация, я, конечно, всегда, ну, полагал, что мужчина, конечно, он должен быть хозяином в доме, не в том смысле, что вот, я главный, я сказал, и так будет, я думаю, что всегда можно здравый диалог построить, а в том смысле, что он должен принимать ключевые решения, касающиеся жизни, семьи и выживания, потому что, ну, бывают моменты, когда действительно от мужской вот этой вот решимости и понимания может зависеть, там, жизнь, ну, так было всегда, веками, сейчас, может быть, это немного перекос есть, но все равно, то мужчина должен быть мужчиной, и он должен на себя в случае необходимости принять удар какой-то, и должен выступить защитником и так далее, то есть семьи, но это не значит, что он должен быть в каких-то там таких вот второстепенных моментах, там, толпадуром, и я думаю, что это должен быть какой-то диалог выстроенный, то есть вот, в частности, сегодня вот, я могу поспорить со своей невестой, в какой парк мы пойдем, но в принципе, мне нет, не очень вопрос принципиально, конечно, все-таки вы за, то есть за традиционное распределение ролей, мужчина принимает ключевые решения, женщина второстепенная. я за выживание нации, я за то, чтобы мужчины были мужчинами, а женщины оставались женщинами, в том виде, как мы видели и читали в классической литературе. И когда думал, Господь Бог. На этом я предлагаю закончить, мое мнение вы найдете на этом канале, я его не вижу смысла сейчас озвучивать, с вами была программа, мужская программа, которая делается с мужчинами, специально для мужчин, Баржектор Собчак, ее вел Антон Сарвачев, у меня сегодня в гостях были православный миссионер Александр и лидер русских националистов Дмитрий Демушкин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, помогите программе материально, она живет исключительно на ваши пожертвования, ссылка на Donation Ellers, а также на все полезные ресурсы гостей и на мои, будут в описании под видео в закрепленном комментарии. Дмитрий Александров, буквально по паре слов. Почему Собчак? Поскольку образ Собчак олицетворяет все самое отвратительное, что есть русские женщины на нашем деле. Ну, Ксения Анатольевна не помогает вам, да? А я не говорю, что Ксения Анатольевна. А, то есть просто Собчак, понятно. Образ Собчак, да. Вот слово Собчак, что он приходит на Лун, то вот элицетворяет. Это и приходит, понятно. Понятно. С уважением относимся ко всем перечисленным категориям. Спасибо, зовите еще. Неожиданно, честно говоря, для меня тема, я привык, конечно, за политику, за экономику беседовать, но действительно эти все вопросы тоже связаны в том числе и с политикой и зачастую даже с экономикой, потому что что может быть важнее выживания, собственно, народа? Ничего. Ничего, да. Надеюсь, русский народ прорвется, мы преодолеем это и вернемся к реализационной семье. Спасибо большое, Антон. Спасибо, Дмитрий. Вам спасибо. До новых встреч. До новых встреч, да. Субтитры подогнал «Симон»